Здравствуйте, друзья! В марте приехал в Омск, чтобы посмотреть на успехи компании Аквикс. Попить изониума, экспериментально исследовать его влияние на свой организм, благо лаборатория у компании есть, ну и бесплатно оздоровиться и обследоваться. А результаты показать вам. В ходе первого эксперимента специалист дала несколько рекомендаций, как сохранить и улучшить состояние своего здоровья. Ролик получился длинный, но рекомендую досмотреть его до конца, чтобы получить максимально полезную информацию. Надеюсь, будет интересно. Здравствуйте, друзья! Ну вот, пришел употребитель изониума посмотреть, что да как. Галина Александровна, специалист в области крови. Можно ли немножечко о себе? Я думаю, лучше, чтобы вы от своего лица сказали, кто вы чем занимаетесь и что мы тут будем делать. Добрый день, друзья! Зовут меня Галина Александровна, я доктор-нутрицолог, консультант по сохранению здоровья. Занимаюсь гемосканированием более 10 лет. Здесь мы наблюдаем свойства крови, как они меняются в зависимости от употребляемых напитков. И наблюдаем в динамике. А до того, как вас привлекли, скажем так, к исследованиям употребления изониума, вы что изучали, чем занимались? Я вообще доктор скорой помощи. Много лет отработала на скорой помощи. Это моя любимая работа была. Теперь любимая работа моя исследование живой капли крови, в которую мы можем поставить, как скажем, не диагноз, а состояние, самое главное, состояние здоровья человека. В течение года я работала в нашей клинике. В юромиде тоже занималась гемосканированием. Это в Омске. В Омске, да, в Омске занималась. Но сейчас просто вот это мое любимое дело. Понятно. Благодарю. Неожиданно. Так что будем смотреть, изучать. Ну и надеюсь, вам будет полезно. Так, ну вот, укололся. Куровь впустили, так сказать. Сейчас будем смотреть, что у нас перед употреблением. Ну а чуть попозже снова кровоопускание и после. Ну что у меня перед употреблением. Так. Отлично. Как вы, как специалист, это можете прокомментировать? Спасибо, Виталий. Значит, у вас густая очень кровь. Эритроциты должны вот так быть отдельно, каждый друг от друга, да? Не слипшие у вас очень много. Как будто вы покурили только. Курили, нет? Нет, я вообще не курю. Вы вообще не курите. Ну, либо газировку попили, либо что-то. Вот смотрите, плазма должна быть 70%, эритроцитов должно быть 30%. У вас наоборот получается. Вот эти эритроциты, как рыбки в аквариуме, должны плавать отдельно. А в результате того, что идет закисление, оболочка вот эта вот, ну как бы огурчик замариновали, они становятся тяжелыми, эритроциты, и падают друг на друга. Это называется синдром монетных слобиков. Такие эритроциты переносят кислород всего 20% максимум. То есть у вас выраженная гипоксия, слабость, вялость, недомогание, чувство нехватки воздуха, может быть, быстроутомляемость, не высыпаетесь. Может быть, неадекватная реакция на внешние раздражители, что вот на эти, так, всего побегу называется, да? Может быть, плохой сон. Скажите, давление повышается у вас, понижается? Да, оно у меня... Нагрузка идет? Когда нагрузка идет? Я говорю, вот нагрузка здесь идет, поэтому может давление либо повышаться, либо понижаться, как идет. Тахикардия, может быть, аритмия, то есть нарушение, как учащенность в себе. Ну, такого вроде бы у меня не наблюдалось, по крайней мере, я давление не мерил сам. Обычно, то, что раньше имею, оно у меня 110 максимум высокое. Ну, вот верхняя граница 110, это и полуялость, то есть, ну, помниженная такое. Дело в том, чтобы сердце вот такие грузь винограда прокачать, ему надо сильно нагружаться, но кровь, понимаете, показывает изменения за три года до проявления в клинике. Вы можете это пока не ощущать, но если ничего не делать, то, возможно, гипертония, нагрузка на почки, нагрузка на сердце, на давление и так далее. А как вы спите, кстати? Как себя чувствуете? Нормально. Нормально себя чувствуете? Ну, вот, смотрите, мы везде в поясе смотрим, тоже везде, как сказать, тоже плазма маловато, кровь очень. Как будто вы прямо аспирин принимаете. Вот такие вот. Ну, я аспирин я не принимаю, может быть, из-за того, что я вот пару дней назад часовой пояс поменял, точнее, пять часовых поясов. А, ну, может быть, почему? Потому что вот такая кровь бывает стрессовая, когда вот так вот то, что мы видим, либо после, а вот эти смены климата, ну, поясов, вернее, ну, конечно, это сказывается. Ну, я вот с Сахалина в Омск перебрался, буквально, когда позавчера или позавчера, ну, три дня назад, грубо. Вот так вот, блин, думал, живой-здоровый, а тут прихожу исследовать кровь, и на тебе. Я догадываюсь, что все будет хорошо, и куда они, никуда они не... Сейчас попьете вы напиток, и мы еще через минуту уже 20 можно даже будет посмотреть, насколько изменилась кровь, потому что здесь я вижу обезвоживание, за счет обезвоживания произошло окисление, а за счет окисления как раз произошло склеивание элитроцитов. А если она не склеена, то, конечно, кровь такая, не поступает в достаточном количестве кислород головного, сердца, печени, неважно, в какие органы, и поэтому есть вот такие изменения. Кровь очень быстро остановилась, она должна подвижнее быть 5-10 минут. Сразу она у вас двигалась, подвижная, да? А сейчас вот она быстро остановилась. Пальчики не имеют, холодеют, бывает такое, как будто отлежали. Вообще или на улице? Вообще, в принципе, как будто вот должно быть пальцы не имеют. Судороги немножко в ножках, нет? Не чувствуете? Такого как бы не чувствовал, только бывало, то что на улице замерзают по-быстренькому. Да, да. Почему? Потому что диаметр ритроцита равен диаметру капилляра. А вот такая кровь, она сюда не пройдет, и поэтому пальцы вот как будто должны вот либо аниметь, либо похолодание такое, неважно. Вот эти белые точки, это споры кандида, грибочки. То есть у меня в крови еще грибов полно, полно. Да, вы заметили, почему? Потому что во всех полях, вот я даже дальше двигаемся, да? То есть это одна капелька, но живой крови. Мы смотрим с вами живую кровь. Почему? Потому что они крашены, не сушеные, не на следующий день мы смотрим высушенную, да? А сейчас при вас сразу делаем мазочек и видим вашу живую кровь. А так как она ежесекунду омывает каждую клеточку, а каждая клеточка в любом органе, у нас триллионы клеток, она промыла и в русло вот вынесла нам все это. И мы по руслу крови и по состоянию можем определить абсолютно состояние пульса всех внутренних органов. Поэтому вот эти вот грибочки, споры канди, это как они в клинике выражаются? Перхоть, возможно. Ну и у всех, у каждого в вашем случае это именно грибковая интоксикация. Они очень, как сказать, токсичны, и организм всегда пытается избавиться от грибков и выбрасывает их наружу. Затем может быть что еще? Что-то где-то с шириной кожи чешется, шелушится, трескается. То есть это как раз проявление грибковой интоксикации. То есть грибочки любят собираться в капсулы, строить свой домик. Поэтому у вас могут где-то узлы быть, допустим, щитовидные даже железы. Может папилломы быть или киста, например, в почках, в желчном пузыре, в кишечнике, неважно где. Грибочки, они очень любят сладенько. Булочки, плюшечки, дрожжевое тесто такое вот. Они просто, вы знаете, заставляют вас накормить их. И поэтому у вас... Вот поэтому я сладкое и люблю. Надо отказываться. Ну знаете, грибы нами управляют, грибки. И им нужно создавать невыносимые условия. Они любят чистоту. Вы чистоблодный парень, но внутри кровь у вас засорение, идет крови, и закисление. За счет этого происходит интоксикация вот этими сожителями. Очень нравится нечистая среда внутри. И они очень любят сладенько, как я уже сказала. Вы их накормили, они нами управляют вообще. То есть вы дали покушать, они довольны, у вас настроение прекрасное. Вот трясет, знаете, вот прям вот в углу конфетку, там еще что-то послушать, да? Вы покушали, они покушали, но у них нет своей канализации. Они оправляются сюда же, и у вас слабость, ялость, недомогание. И вы думаете, зачем же я это сделала? Только еще хуже мне стало. Вот. Поэтому вот так вот они и ведут себя, так скажем. А как вот этих вот сожителей убрать отсюда? Потому что как-то плесень в крови мне не особо нравится. Молодцом, правильно вы сказали, что плесень именно, она очень токсичная. Но вы знаете, нужно делать аквадетокс, то есть промывать воду себе. На первый порог. То есть просто воду пить почаще? Да, воду нужно обязательно пить, минимум полтора литра. Почему? Потому что человек со стулом, с мочой, с выдыхаемым воздухом, с кожи выделяет полтора литра жидкости. И жидкость мы должны, почему воду пить? Потому что она проникает в организм и формируется своя жидкость. Например, межклеточная жидкость, спинномозговая жидкость. То есть, представьте, морковку поливаем почему-то водой, да? А появляется морковный сок, правда же, так и в организме. Нужна чистая вода, не чай, не комфорт, не газировка, не минералка, а именно чистая вода, прежде всего, чтобы создать невыносимые условия для существования грибков. И потом вы уже сами по себе просто перестанете, как сказать, желание не будет кушать эти сладости, так скажем. Ну вот, как-то так посмотрели, теперь нужно, вот вы везде видите, еще везде у вас в каждом поле есть грибки, а так как густая кровь, я вот не могу, как сказать, вы попьете напиток, да? Мы потом посмотрим, раскроется, и мы можем увидеть еще каких-то тут информенных элементов крови. То есть, я так понимаю, что не только эти сожители, могут еще и другие повылазить? Конечно, мы часто видим и бактерии, наличие бактерий. Есть личинки, паразитов, которые именно в крови бывают, да, тоже их видим, если они присутствуют. вопрос такой сразу, смотрите, то, что мы сейчас не видим, а потом после напитка можем увидеть, опять же, можем, неизвестно, посмотрим, что будет. То есть, если мы вдруг потом увидим, это о чем будет свидетельствовать? О том, что они взяли и развились благодаря этому напитку или о чем-то другом? Конечно, нет. Не потому, что благодаря напитку, потому что, когда кровь разъединяется, вот здесь, как положено ей разделиться, и тогда мы можем увидеть. И потом, когда мы пьем напитки, ведь у нас получается, жироводящие токсины выходят через желудочно-кишечный тракт, и 80% всех токсинов выходят у нас через урогенитальный тракт, через почки, 80% токсинов, только при наличии воды. И когда канализация, простите за такое выражение, открывается, и мы вот видим пару слов, ой, слава богу, процесс пошел. С одной стороны кажется, что это ухудшение, а с другой стороны это наоборот, мы видим, что это идет улучшение. То есть, открылись шлюзы, как я говорю, и по крови это замечательная видность. Ну, это пузыречек на стекле, это уже пузырек на стекле. Ну, вот так вот. Ну, ладно, тогда сейчас будем, я так понимаю, будем... напиток покрутить, и мы еще посмотрим разочек, как изменилось состояние. Сейчас еще посмотрите. Так, все, друзья, да. Сейчас буду пробовать напиток, подождем, и будем продолжать. Вот, смотрите, я еще нашла картиночку. А это что за... нагрузка идет на печень. Печень, это состоит на 96% из воды. Вот этого в крови не должно быть. Если оно есть, значит, не утилизировались токсины. Это густая, признак густой жирной вязкой желчи и признак того, что вы не доедаете жиров. Это сало нужно кушать, это сливочное масло, хорошее нужно, это растительное масло, нерафинированное. Это, когда говоришь, жирное, то люди думают, это картошка, жареные пирожки, прям там, вот это же... Нет, здесь нужно прям хорошие жиры такие. Жир плавится в жире, и чтобы не было жирового гипотоза печени, то есть это признак того, что камни формируются в печени, желчь густовата, она плохо выходит, и поэтому нарушение пристеночного пищеварения, даже если вы правильно питаетесь, хорошо кушаете, но оно не очень усваивается, потому что у вас не хватает лактобифидобактерий в кишечнике еще за счет визуоприоза, и плюс не хватает ферментов. Давайте дальше посмотрим. вот это пузырочек на стекле, ну вот тоже выбросили из печени, а что для печени нужны? Ферменты нужны, вода, это красит, ну вот тоже на печень нагрузка идет. Ну вот смотрите, вот это личиночка-паразиты, вот так вот она выглядит в крови, она живет, хорошо двигается, посмотрите, дышит, и прекрасно здесь закисление в этом. короче, друзья, не буду я вас шокировать дальше состоянием своей крови, чуть-чуть попозже сниму, а сейчас пока сам подоблюдаю. Напиток, сейчас я хлебану маленечко, и потом дальше, посмотрим, что дальше будет. Так, друзья, сейчас вот употребляю напиток, кстати, рекомендацию дали про 350 миллилитров, что за раз не нужно жижи выбивать не больше 350 миллилитров, подскажите, пожалуйста, из-за чего, для подписчиков, так сказать, вообще общая информация для здоровья. у нас содержит 350 миллилитров, жидкости, ну, там, если мы выпьем сразу пол-литра, то оно будет давить, желудок расширяется и придавливает поджелудочную железу, и это сказывается отрицательно на желудочно-кишечный тракт. Благодарю. Ну, там, запись лабораторных исследований меня ведется. Разница, конечно, замечательная. ну, сейчас новое, то, что уже выпил пол-литра, как говорится. Сейчас смотрим, что стало спустя минут 20 где-то после применения. Хорошо показывает. Ну, вот, смотрите, разница существенная, конечно. эритроциты стали, плазма больше стала, кровь стала почаще, эритроциты раздвинулись, то есть они разъединились, были много слипших эритроцитов, и кровь стала вот такая подвижная. А вот это, что такое за... Это грибочки споры кандидо, вот они, они никуда пока еще не делись, но, что мы самое главное видим, что кровь стала подвижной, эритроциты разъединились, плазма стала больше, то есть это говорит о том, что гипоксия стала намного меньше, то есть выражена, мы видим положительную динамику. Ну, вы сами видите, Виталий, насколько кровь была, какая стала? Ну, вижу, но сейчас вот еще интересно будет, как долго она будет так вот себя вести, потому что там-то у меня поначалу тоже оно вроде как все двигалось. Но они были склеены, эритроциты, они настолько густо были, а сейчас смотрите, они все отдельные, это очень важно, то есть это уже признак, микротромбоза нет, когда мы видим кровь склеенную, то это признак микротромбоза, то есть может, по-моему, это катастрофа быть. Вот, кстати, мне тут заключение понаписали, вот теперь какая кровь стала, совершенно другая кровь стала подвижная, она и была немножко тут в прошлый раз подвижная, но вообще кровь двигаться должна, вот когда мы смотрим мазочек, 5-10 минут, что полетела, это разрушенный эритроцит, это возможно, допустимое, 3-5% это возможно. Это вот, мы же, это, вот они, все начинает, все начинает склепаться, но это так должно быть, это же ведь мы же ее, да, 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 просто что она высыхает, он там, поэтому начинает склепаться, так что? Конечно, это живая, не крашена, не сушена, не мертвая кровь, она и должна, как сказать, 5-10 минут двигаться, а потом, естественно, она останавливается, подсыхает, это естественно. Главный формер, 30-30, видишь, как-то, вот они ровненькие, да, но они пока еще не все стали такие, ведь и то побольше, вот он побольше, поменьше, да, вот, но плазма, посмотрите, сколько и кровь подвижная, они отдельно стали, это очень важно, вот, но грибочки мы видим, везде присутствуют, то есть, грибочки, они в последнюю очередь, а вот так вот вообще, по идее, если за ним пить, эти грибы, они, он им нравится, или они от него смотаются, куда подальше? Ну, это надо динамики наблюдать, это динамики, но если мы видим, что гипоксия уже намного меньше станет, грибочки не любят, чтобы закисление было, а здесь мы видим уже закисление, это лейкоцит, появился лейкоцит, вот мы его увидели, то есть, вот он, видите, это хорошо или плохо? Это очень хорошо, мы за счет густой крови, мы не видели лейкоцитов, почему я вам написал, иммунитет ослаблен, а сейчас мы видим, появился уже лейкоцит, то есть, и действует на иммунитет уже, и вообще исследований мы для этого не проводим, а это, вот это вот что такое, вот это вот что такое? Сейчас, подождите, резко с ним, идем как-то ярко, это грибочки, споры кандид, они вот разные бывают, это грибочки, Грибков многовато у вас, то есть, вот получается, еще раз уточняю, для того, чтобы вот этих грибков нет, как влияет визониум именно на плесень в крови, это нужно смотреть после многодневного применения, я вас правильно понимаю? Совершенно верно, потому что нужно обязательно наблюдать динамики. Через 5 дней посмотрим? Через 5 дней посмотрим, но наверняка этого, мы просто создаем невыносимые условия, но за 5 дней грибковую интоксикацию любой человек знает, что не справишься с грибками, то есть, тут нужно еще и противогрибковую программу дополнительно проводить, и питание определенное нужно, все это в комплексе нужно проводить, но, естественно, за главную роль играет этот напиток, это хорошая вода, это напиток, вот о котором мы сейчас с вами говорили. Ну вот сейчас кровь уже остановилась, это так и возможно, то есть, это уже нормальная реакция крови, давайте дальше посмотрим. Ну вот эритроцитики все отдельные, вот еще лейкоцит появился, это хорошо, то есть иммунитет появляется, то есть лейкоцит, то он был как прокисший, мы его даже не видели за эритроцитами, а теперь мы это замечаем, это хороший динамик. Это край стекла, вот здесь мы смотрим, да, это вот здесь так вот и должно быть, по краешку стеклышка, вот такие вот изменения должны быть, потому что это присутствует, ну прижата немножко кровь, а кровное стеклышко, но придавлено. А вот это что за прибор вообще? Как вот для... Это называется темнопольный микроскоп, то есть для чего это сделано, то есть он необычный микроскоп, благодаря камере, мы видим увеличение в полторы тысячи раз, и мы видим на экране монитора свою живую кровь. В обычном микроскопе мы это не видим, то есть мы видим, как двигается кровь, форменные размеры, так, эритроцитов, лейкоцитов, и главное подвижность, и смотрим, почему именно нарушается подвижность, и почему происходит склеивание эритроцитов, за счет кислоты, за счет бактерий, либо там еще какие-то, ну у каждого, конечно, это все индивидуально. Чаще всего это за счет окисления, окисление это первый признак обезвоживания, и нужно знать, конечно, какие пить напитки, чай, там вот газировка, кофе, оно очень сильно закисляет кровь, обратно имеет. А чай, зеленый чай, потому что что-то совершил про зеленый, что он наоборот? Знаете, я вам просто скажу, вы будете посуду мыть чаем зеленым, или цветочки поливать, наверняка нет, да? И то же самое, каждая клеточка, она хочет чистой воды, все равно в любом случае. А зеленый чай, это напиток, это не чистая вода, и поэтому оно не имеет отношения к разжижению крови. Ну, это край стекла, здесь вообще придат. А вот это вот такие пузыри большие, или это тоже? Это элитроциты склеены, но это край стекла, это так и должно быть здесь. То есть это вот, вот оно тут вообще, вот как сказать, так и должно придавленное вот это. Мы по центру смотрели, а теперь идем по периферии. Это нормально, это так и должно быть. В прошлый раз, когда мы брали, получается, до употребления, мы край стекла вообще не рассматривали. А вот смотрите, сейчас мы опять пришли в центру, конечно, разница существенная, то, что мы вначале смотрели, и то, что сейчас. Уже прошло 10 минут, а кровь до сих пор остается подвижной. Это очень хороший признак. А тогда, по-моему, минуту за 200, не ошибаюсь. Она как-то быстро остановилась, и прям вся была, знаете, крякса просто. Настолько густая кровь была, что... Ну, как будто вас, я уже вам сказала, как будто вас придушили слегка. Ну, вот сейчас... Что значит, с чистого воздуха приехать в Омск? Ну, вот, пожалуйста, центр. Все подвижно, хорошо и прекрасно. Но все равно, вот еще лейкоцитик отличный. Но все равно, нужно, так сказать, с первого раза, вот, лау, конечно, хорошо, мы видим динамику, но все равно, я говорю, лейкоциты живут 7 дней, эритроциты живут 120 дней, 120 дней. И поэтому мы, вот, должны в динамике наблюдать, как дальше изменяется кровь, по самочувствию, и, конечно, нужна динамика, так скажем. Вот лейкоцитик, такое чувство, как будто вы немножко не домогаете, как простывший внутрь, лейкоциты прям, есть, больше получился, как будто не домогаете. Но небольшие сопли есть. Да, да, вот как раз об этом говорит. Ну вот, грибочки, знаете, как вы выражаетесь, сопли, да, чаще всего органец пытается выбросить грибки, через верхние дыхательные пути, либо на кожу, либо куда-то, ну вот, не мешайте насморку, пусть это все выходит, не надо это забивать. Я вот смотрела, как-то ребенка, в новороссийске, у инвалида ребеночка приводили, у него там сепсис грибковый, я говорю, где у вас киста на головном мозге? То есть у невролога на инвалидности наблюдаются. Ну вот, леченечка. Это слух не надо сейчас говорить, да? Да, уже все. Ну вот, на печень тут. Фактоп то, что она, о, а это что за? Это вот как раз из печени выбросы, то, что я вам говорила, жиров не хватает вам. То есть, извините, вы же сейчас ферменты не кушали, и поэтому оно еще не утилизировалось. Но тем не менее, тогда оно было как-то немного другого. Тут оно уже как будто, там было как зеркало, тут как разбитое зеркало. Правильно, потому что, опять же, тоже, ну, вода, конечно, это малая напитка, но она уже начинает, как печень же на 96% из воды состоит, вот, и попили водички, и она уже немножко размыривает, но все равно не хватает лактобифидобактерии, говорю вам, клетчатка, которую кормит, и хватает ферментов, и нужен тут лицетин. Итак, что выяснили в результате исследования? Первое, в крови находится то, чего там быть не должно. Второе, надо чаще пить воду, минимум полтора литра в сутки, на человека. Теперь по напитку изониум. До употребления кровь была густая, эритроциты слипшиеся, были обнаружены признаки закисления и гипоксии крови, также признаки обезвоживания. Кровь остановилась спустя 2-3 минуты. Обнаружены споры канди, ну, то есть грибы, ну, и личинки паразитов. Также обнаружены признаки густой вязкой желчи. Спустя 20 минут после употребления изониума, кровь стала более подвижная, эритроциты разъединились, кровь стала чище, гипоксии стало меньше, плазма стала больше, кровь оставалась подвижной спустя 10 минут. Улучшилась форма эритроцитов, и признаки закисления гипоксии и густой вязкой желчи стали менее выражены. Стали видны лейкоциты. Как видите, даже однократное применение изониума положительно сказывается на состоянии крови. Какое влияние оказывает изониум при ежедневном применении в течение недели, очищает ли он кровь от всяких ненужных сожителей, а также другие опыты с изониумом, и о компании Аквекс вообще, смотрите в других видео на моем канале. А пока подписывайтесь, ставьте лайк, можете лучше изучить напиток на сайте изониум, перейдя по ссылке в описании. Напишите ваше мнение в комментариях в ролик.